Итак, всем привет, с вами Дубага. Продолжаем играть в Pax Britannica за национальное французское государство. После серии мы уже начали вторую мировую в местном разливе. И давайте-ка вот эти два фокуса сделаем на бафы против Германии, а затем посмотрим. Скорее всего мы пойдем по вот этим фокусам до атаки дивизий всей этой. И потом пойдем по авиационным вот до сюда. Я думаю будет нормально. Что ж, поехали. Война предстоит жаркая. Начинаем здесь контролировать воздух. Здесь, кстати говоря, не так все хорошо. Будет, пожалуй, часть авиации вот отсюда забрать. Хотя, господи, что здесь в воздухе просто ад происходит, честно говоря. Но надо качнуть доктрину. Так что надо два месяца подождать этого момента. Что ж, а здесь наши танки сейчас будут потихоньку пробиваться. Проблем у них я с этим не вижу никаких. Единственное, у меня куча танков еще вот здесь вот, недоделанных. Хотя кто-то уже и доделан, так что давайте их деплоить потихоньку. Ну, конечно, с нидерландами все намного проще. Здесь, как вы можете видеть, они не справляются с натиском. Мы здесь немножко еще окружаем. Ну и наши танки, в принципе, я думаю, и Германию тоже так же бы пробивали. Плюс воздух, кстати говоря, держим ли мы? Нет. Мы кое-как справляемся, но я бы не сказал, что прям побеждаем. Кто-то, кстати говоря, нам здесь ничего не даст, потому что у нас и так стопроцентная эффективность. Как и, в принципе, здесь вот. Радары мы построили уже 4-го левела. Вся Франция покрывается ими, Нидерланды, Британия, часть Германии. А с обнаружения здесь отлично. И, кстати говоря, здесь у нас дивизии на позициях-то, да? А можно еще призвать вот этих ребят. Я думаю, мы их призовем. А Тунис... Блин, я не могу убить войну Тунису. Братили, не могу. А Британия их не призывает. А, Британия еще не войне. Все, тогда все логично. Что ж, вся эта авиация, значит, немецкая. Значит, еще здесь нету британской авиации. И нам нужно быть аккуратным, потому что, когда она сюда придет, вот тогда нам станет очень несладко резко. В целом, мы начинаем выигрывать. Воздух. Так, вторая Великая Война. Россия объявляет войну Германии. Еще. Но Британия все еще не зашла. Нужно успеть, я думаю, Нидерланды выбить до этого момента. И там посмотрим. В теории, мы можем еще попробовать успеть и Германию выбить до Британии. Но я не знаю, как долго это займет. Британия дойти в эту войну. Но в целом, почему бы не подпробиваться? Вот здесь вот уже, пока здесь нету дивизий. А вот и Британия зашла. Войска наши вот здесь вот переходят наступление. Я бы еще сюда авиацию подперебросил какую-то. У нас есть на это авиация. Давайте-ка сюда еще штурмовиков забросим. У нас в теории должны быть некоторые свободные штурмовики. Да, так и есть, но они не очень сильно мне нравятся. Их слишком мало. Давайте тогда вот эти самолетики сюда отправятся. Ох, и сейчас нас начнут нереально бомбить, скорее всего. Ну, посмотрим, как это что будет происходить. Главное, нам побыстрее Нидерланды выбиться. В целом, здесь я вижу, что фронт Германии продвигается очень уверенно. Амстердам здесь плохо берется только из-за того, что там река. Сейчас дивизия заедут сюда без реки, да. Должно все стать намного приятнее. Так, а на востоке? На востоке? Ох, на востоке Россия просто рвет и мечет Германию. Ну, я и не против. Думаю, можно попробовать делать вот так. Да, у нас здесь зеленый воздух. Давайте сюда еще добавим немножечко штурмовиков, пожалуй. Вот отсюда можно их спокойно перебросить сюда. Часть небольшая, опять-таки, авиации. Перебросить вот отсюда тоже сюда. Пускай атакуют. И вот этот фронт тоже может атаковать. Я не вижу в этом никаких проблем. А вот и Нидерланды попали. Что ж, давайте этот фронт расширяем. Вот этот парень. Он начинает вот так вот проходить. Танком нашим мы немножко приказ меняем, пожалуй. Давайте они будут вот так вот попытаться страну рассечь пополам. Поехали. Все новые заводы будут отправляться на авиацию, потому что нам нужно выиграть бой в небе обязательно. С ресурсами начались некоторые проблемы, как я и ожидал. Но в целом пока ничего, что нельзя было бы решить. Забавно, что британцы начали уже, да, нас перехватывать, походу. Вот так вот мы торгуем. Надо надеяться, что эта торговля будет происходить как можно дольше. И это все еще мы не эволюционировали до третьей степени. И у нас нету никаких доктрин. Сделали, кстати говоря, баф все против Германии. Отлично. Точнее, это просто баф. А теперь баф именно против Германии. Он там защитный, но по факту это, я так понимаю, и в прорыв тоже должно считаться. С топливом, кстати говоря, заканчивается. Попробуем мы в России купить нефть. Так, это невозможно теперь делать. В России покупать нефть, сколько мы, в общем-то, сможем. Пытается у нас высадиться, но я все это предусмотрел. У меня здесь авиация на такой случай есть. Тем более, Британия вообще высаживается. Господи. Танками. Удачи им с этим. А здесь у нас все отлично. Вот здесь у нас тоже все отлично. Без проблем побеждаем Британию в Африке. Вот здесь вот я вижу проблемы. Португалия тоже против нас воюет. Вот это я не ожидал, честно говоря. Нужно, значит, делать, пожалуй, еще парочку армий на резервы. Поехали. Ну, вообще, я думаю, мы сейчас успеем капитулировать Германию до этого момента. А в Российской империи с Турцией, видимо, восстала у нее. Как это было у меня, когда я играл за Германию. А вопрос у нас здесь просто... Да, у нас здесь просто некоторые проблемы со снабжением. Давайте вот сделаем вот так. Вот так. И вот так. Надеюсь, это решит хотя бы большую часть. Ну, и здесь мы тоже начинаем пробиваться через них. Отлично. Взяли горы. Здесь равнины пропушили, чтобы потеряем. 26 у нас, 340 у них. Это все, авиацию, пожалуй, можно перебросить сюда. А авиация вот отсюда. Давайте вот туда. Куда-нибудь сейчас будем распределять. А у нас здесь были АФК-шные самолеты. Я только сейчас заметил это чудо. Нам так, конечно, делать нельзя. Ну что ж, Германия покрасится потихоньку. Я бы сказал, даже не очень потихоньку, а прям хорошими темпами. Нам только нужно Испанию потом будет укрепить, как у нас дивизии смогут обучиться. В теории мы можем вот отсюда их убрать. Так, а вы почему остановились? Хороший, блин, вопрос. Вы вроде... А! Вот так вот все. Теперь вы не будете останавливаться по всякой фигне. А, нормально. Мы всех здесь добьем. Так, вот надо еще пройти. Это, так понимаю. Да, вода. Судя по всему. Ну да. Так, и здесь у нас какие-то типа бои. Но я не участвую в флотах никак, потому что мы не можем реально соперничать с Британией. Опять высадка с моря. А, кстати говоря, не порт, видимо. Ну ладно. И так как у нас сейчас кап уже пошел, то давайте одну все-таки включнем доктрину. Ну, Германия скоро сдастся уже, по ощущениям. Ну, слушайте, над Францией у нас тут, конечно, происходит ад. Хоть мы и тут перебрасываем еще побольше самолетов. Как бы, но все еще ситуация страшная. У нас, я так понимаю, самолетов на коне. Значит, мы все больше и больше можем деплоить. И вот с этих регионов, пожалуй, перебросить тоже сюда. Да, все. Здесь мы как бы вроде смогли установить свое воздушное превосходство. Здесь вроде тоже. Теперь самолеты используются в основном для продолжения нашего давления на Германию. Вот здесь вот. Последняя антигерманизма есть. Теперь стоит подумать о том, как мне высаживаться в Британию. Скорее всего, воздухом. А значит, давайте вот сюда выйдем в маневренность. Надо последние перки здесь забрать. Ждем, пока эти щелы обучатся. Хотелось бы, наверное, полностью. Но там как получится. Я бы не хотел, чтобы Испания падала. И нам нужно было ее возвращать. Так что постараемся все-таки дать ей удержаться. Осталось 17 дней. Мы эволюционируем. Наши вооруженные силы. Как раз таки под конец войны с Германией. Да, вот так и произошло. Германия сдалась. Россия нам тут грузовики хочет поставить. У нас что, грузовиков не хватает? Да, так и есть. Надо, значит, да, их добавить обязательно. Так, в целом, нас вроде как экономика нормально себя чувствует. Только штурмовики умерли, потому что, видимо, что-то с военнозвода перераспределялись. Но мы делаем по 20 стремителей в день, и это приятно. И мы теперь можем направить эти армии вот сюда. И даже не придется деплоить необычных новобранцев. Поехали. Нужно теперь спасать Испанию. Германия уже не сопротивляется. Опа-да. После поражения немецкой армии французские коллаборационисты предложили нам безговорочную капитуляцию. А. Остается под нашим контролем. Мы найдем для него работу. Итак, для кого? Непонятно. Так, а это все еще Португалия? Да. Так, а этим ребятам бы, ну, вот сюда, побыстрее. Честно говоря, хотелось бы, чтобы они успели. Так, немецкие войска вступают в Данию. Франция начинает свое завоевание в Скандинавии. Ага. Норвегия, Швеция и Дания. Я тут эту армию отзывал сюда, чтобы на гарнизоны, но, судя по всему, нет. Судя по всему, пойдет она вот сюда, только давайте вот так, через прорыв и третья агрессивность. Ну, дивизию успевают, успевают. Там потом раскидаются и потом перед наступлением, отлично. Танки только, куда вопрос тоже. Наверное, вот сюда все-таки. И всю авиацию, пожалуй, кстати говоря, тоже вот сюда бы. Если здесь есть на все это место. Места не очень много, честно говоря. Но сейчас будем придумывать. Итак, немецкий фронт освобождения. Разделенные действия против этого факта. Рейды и террористические атаки. Найдите этих преступников. У нас может какие-то кнопки появиться. Так, начать интеграцию Нидерландов. Да. Сюда тоже да. Но других кнопок я, честно говоря, здесь и не вижу. А, вот они. Нет. Нюрдмитский трибунал. Ага. Ага, ага, ага. Давайте поизучаем, что здесь у нас. О, можно флот забрать, собственно говоря, Германию. Я не против. Усилис присутствует, а просто минус пять. Так, ну, казнить генерала давайте казним. Демонстрация силы. Наверное, нет. Расширяем военного границана. Допустим. Про реваншистские. Ага, ага. Ну, давайте, почему бы нет. Попробуем. А что здесь нужно? А, нужно просто присутствует достаточно снизить, и все будет окей. То есть, ну, опять-таки, нужна политка. У нас она есть. Нормально. А вот и она. Нюрнбергская Германия. Окей. Нормально. Воздушная битва у нас выкачивается, но, как я и говорил, воздухом мы будем побеждать Британию. У нас с нашими войсками, с нашей авиацией, конечно, здесь все совсем по-другому. Ну, в Испании выглядит теперь, и мы уже можем скоро начинать бомбить Англию, я считаю. И, по-моему, мы, наконец-таки, да, сделали реформу армии. Супер. У нас современные вооруженные силы. Теперь мы можем себе доктрины выкачать. Как же приятно, наконец-таки, это сделать. И вот здесь вот, тоже воздушная доктрина мы выкачиваем. Сюда, сюда, сюда. Ну, а остальное нам, в принципе, особо-то и не нужно. С этим может быть пригодится еще, но пока нет. Асов я не взял, потому что у нас вот этого дофига асов будет с вот этого духа. Все говоря, мы параллельно еще тут в Африке тоже пробиваемся сквозь британцев. В общем-то, у нас все в этом плане отлично. Вот эти ребята только почему-то отказываются воевать. Видимо, вот из-за этого они не были призваны. Или что? Алло, товарищи. Почему вы не идете на приказ, хороший образ, но давайте вручную поможем. И мы выходим в последнюю оборону британцев на испанском полуострове, Иберийском. Бралтар будет взят и... Да, вот он и пал. Британия здесь скоро окажется закрыта в Средневном море. Все корабли, что там останутся, будут, собственно говоря, уничтожены. У нас есть на этой авиации, мы можем реально потом авиации просто побомбить их до самого конца. Здесь давайте добиваем Португалию. У нас там что-то пытаются высаживаться эти ребята, но удачим с этим, как говорится. У нас здесь еще и авиация работает. Да, только давайте штурмовики сюда еще перебросим некоторые. Я вижу, что у нас у них все так шикарно, как могло бы быть. Давайте законтролим эти вещи, не будем про них забывать. Чтобы британцы вообще чувствовали себя беспомощными просто против нас. Видите, как там танки просто исчезают. Я подозреваю, что там только танки, возможно. Поэтому там очень низкая прочность, поэтому боеспособность так быстро опускается, так низко. Здесь вот рядом ребята высадились, но ненадолго. Танк сразу испарился. А вот эти ребята еще немножко по сопротивляются. И в Испании наши войска полностью освободились. Давайте их, пожалуй, что, в гарнизоны отправим? Вот сюда. А затем будем уже готовить высадку. В принципе, вот этим, наверное, генералам давайте он сюда войска свои все раскидает. Этот парень сюда все свои войска раскидает. И будем планировать высадку. А тем временем мы здесь вот в Скандинавии начинаем тоже кампанию. По устроению последних противников в Европе у нас. Ну, примерно такие вот у нас будут планы. Три изи в Дувр, две сзади, еще три в Портсмут. Ну, посмотрим, как получится. Надеюсь, нормально. И начинаем мы уже наши рейды авиации на британские земли вот здесь вот закидывать. Конечно, размениваемся мы, ну, очень сильно. И, я думаю, можно будет потихоньку вот еще отсюда тоже переводить всю авиацию. По максимуму над Англией уже. Пролидать, ну, еще ламанш, конечно, тоже прикрывать. А затем новики поедут на своих миссиях выбомбливать их в весь флот, который у них там в теории все еще есть. Вот таким вот образом, я думаю. Можно еще поставить вот так, потому что на эффективность у нас очевидно не стопроцентная из-за дистанции. Присутся немецкого фронта, смотрите-ка. До свидания отразится наше состояние до конца кампании. Ничего себе, за этим надо очень следить. Шесть военно-обязанного населения. Это прям жуть как много. Нужно обязательно вот эту штуку всю выбить. Прям чем раньше, тем лучше. Я бы сказал, что мы просто фокус не будем брать, чтобы политка. Либо возьмем вот эти фокусы на политку. Типа вот этот фокус на политку. Чтобы побыстрее все эти кнопки понажимать. И, кстати говоря, вот он флот, который мы украли у, собственно говоря, немцев. Давайте его вот сюда отправим. Это подлодки, они отправляются сюда. Этот отправляется сюда. Этот отправляется тоже сюда. 84 короля, посмотрим. Может быть, этого хватит на ламанш. Но я чувствую, что нет. Честно говоря. И нам почему-то бомбить их здание здесь. У нас есть для этого немножко тратических самолетов. Кстати говоря, у нас их почему-то больше, чем две сотни. Видимо, мы их позахватывали еще. Можно нам начать вот так вот делать. И сюда обязательно перекинуть асов. И начать стратегическую бомбардировку. Поехали. И у нас еще одни есть тоже. Давайте. Вот таким вот образом. И вот таким вот образом. Да, надо начинать все душить Англию. А мы заставили капитулировать Египет. Собственно говоря, осталось совсем немножко Британии в Африке. И мы сейчас заберем себе советский канал. Я считаю, это прекрасное достижение. Здесь у нас есть какие-то войска. Куда вы... Давайте поехали сюда. Вы поехали, пожалуй, куда? Вот сюда. Ну да. Надо добивать здесь все, что только возможно. В принципе, мы это успешно пока что делаем. Если говоря, я немножко тут на приколе. Я нажал удар по надводным целям вот сюда. Очевидно, это надо было по портам бить. Ну ладно. Ну и надо сюда три сотни перебросить куда-нибудь еще. Пожалуй, вот сюда, кстати говоря. И вот эти штурмовики давайте, во-первых, вот так. Во-вторых, сейчас еще перебросим сюда еще штурмовиков. Вот отсюда откуда-нибудь. Чтобы они тоже били по портам. Пора британский флот выбивать. Палитка появляется. Давайте все эти кнопочки нажимаем обязательно. Нам нужно как можно раньше присутствие убить. И у нас первый этап. Военный трибунал поехал. Но и они наносят уроны кораблям. И тоже что-то, как вы можете видеть, топят. Так что мы все это делаем не зря. Мы видим, кстати говоря, неплохо их флот. Я думаю, в этом есть большая роль от того, что у нас здесь агенты работают. И над ними еще радары, да? Да, радары 20%. Агенты 14%. Шифровка 10%. Морские сражения 20-30%. Говоря, видимо, вот это считается морским сражением. Ну ладно. Где тут это? Немецкие силы освобождения спрятались. А мы не можем взять и напасть на них. Как бы, ну... Я-то все понимаю. Это в Европе? Нет, они проиграли. В Европе это... Это тоже не это. Ну вот оно. Центр Танц. Обратение до самой смерти. Ну вот, это оно. Типа, они... Они... Блин, смешно, что мы не можем на них напасть там. Но мы продолжаем бороться с фронтом освобождения. Те кнопки, что здесь появляются, мы нажимаем. Политку мы копим максимально, не беря фокус. Слушайте, и нашего флота как раз таки хватает, чтобы высадиться уже. Так что поехали. Банки эти прекращают тренироваться и едут вот сюда. А вот эта авиация прекращает заниматься вот этой фигней. Начинает поддерживать нашу на земную выставку. Так, а флот здесь, ну, он... Ах, да, он подъезжает сейчас. Ну, да, мы без проблем высаживаемся. Там и дивизии мало. И, кроме того, авиация очень жесткая, вражеские дивизии выкашивает. Так, все сейчас достигнутся в земле. Достигли отлично. Вся эта армия у нас сюда. Вся эта армия у нас начинает красить жестко. Банковая армия едет сюда же. Тоже начинает красить невероятно жестко через прорыв. На третьей агрессивности. Поехали. Вы тоже. Все, что мы не пробьем, просто у нас авиация прилетает и пробивает. Нормально. Вот так наша империя. Ряда остальных остается военоческие. Хотя тут есть, смотрите, соединенное содружество еще. Как великая держава. Неужели нам придется высаживаться еще на западе? Надеюсь, нет. А, Британия, вот все. Британия, все. Кстати говоря, забавно, что я не так много-то захватил у них, но они уже готовы сдастся. И вот оно, да? А, мир не пройдет. Произойдет. Ладно, Османская империя осталась. Давайте-ка дождемся. Выведем наши войска. Хотя нет, войска не будут выводить. Войска пускай остаются в принципе в... В Британии. Какая еще оккупационная там корпус находится? Танки, конечно, да, можно уже вернуть домой. Так, если у нас здесь какие-то фокусы, так сказать, после, как в Германии. Есть субъекты, национальная армия. Но это все немножко не то. Это все немножко не то. И это не то, и то, и то, и то. Слушайте, нет, остается только вот это вот. Наверное, и на этом все. Ну, давайте начнем. Миграция аренской промышленности. Пока мы боремся с сопротивлением, наши промышленники крадут германскую промышленность. Хотя нет, слушайте, здесь как будто что-то есть, но посмотрим сейчас, сколько много. Мне кажется, не так много. И тут происходят разные вещи, которые нам не показывают почему-то. Вот эти уведомления вот до сих пор всплывают, и все. Так их легко пропустить. Здесь падение Британии. Под демонстрация силы оккупационными властями пакта, британская столиционность была подвернута чудовищному обстрелу. В ее руинах остались только обломки, грязь и кровь. Да, в общем-то, ужасно. Не тронули только маленькую церковь. Ясно. А Каир под контролем военных? Кризис Лондонской биржи обезглавил британское суверновление, привел к массовым беспорядкам. Слушайте. А, ну ладно, в принципе, окей. В Египте, я так понял, Египет стал независимой, но я бы сказал, что Египет, скорее всего, какой-нибудь итальянский, и при этом Союз французский останется. Либо и Египет тоже останется французским. Что-то такое. Претензия притязания на мантию. Киперская конфедерация на экстремном собрании, стоящая сегодня в Филадельфии. Они однажды хотят освободить Европу от вот этого вот ужасного, я так понимаю, пакта. Да. И они хотят продолжать борьбу. Британия может быть притана, а демократия жива. Короче, я понял. В будущем такой закос истории, что эти ребята начинают объединяться, чтобы бороться с вот этим вот пактом. Ну, слушайте, здесь столько ресурсов и населения. Это, наверное, сложно это будет. После продолжения американцев населениями британцами, чиновники заняли агрессивную позицию по отношению к такому понятию. Она все еще живет в британских холониях. Ага. Короче говоря, британцы в Африку куда-то эвакуировались. Потому что американцы думали, что окей, мы будем принимать мантию, мы будем теперь называться типа вот этим вот английским миром. Но нет, нет. Британцы взяли и переехали в Африку, только не пойдет на куда. Вот это вот немецкие силы. Где-то тут еще, наверное, есть британские, непонятно. Правительство спасения Британии. Вот оно, да. Я выдал. Ну, по цвету, очевидно. Фокусов там нету. Здесь у Германии как бы есть фокусы, но не будут объявить войну. Там война на, не знаю, неделю. Так что я думаю, на этом можно подзакончить наше прохождение. Давайте дождемся всяких различных еще ивентов. Люблю Британской Африки. Большая часть оставшейся империи запылала и не было больше ощущения потери власти, чем в британских холониях Африки. Ну, в общем-то, вот нам про вот это и рассказывают. Тёмный континент стал немного темнее. Здесь все повыделялись, получали независимость, хотя Франция могла бы себе западный кусок и забрать, по моим ощущениям. Но уже ладно. Есть ли еще ивенты? Давайте дождемся и давайте допадаем в этот вот все. Может, нам тоже что-то интересное будет. Итак, миграция арынской промышленности выполнена. Давайте. Рабочая сила. А нам ничего не показывается, да? Да, у нас ивентов нету ничего. Про это... Ну, ладно, пускай. Не понятно, баф это нам никаких не дает, но допустим. И мы можем еще Рейнланд, кстати говоря, себе интегрировать. Ну да, обязательно это сделаем. А вот оно, перемещение немецких заводов. Так, мы... У них украли три военные завода и три фабрики. Тяжелый ценой для немецких рабочих. Ну, что ж. Это уже... Это уже... Как сказать, проблема проигравшего, как сказали французы в свое время про Первую мировую и про будущие проблемы в Германии. На рабочих мы импортируем себе. Так, это... Допустим, давайте. Интеграция арынской области поехала. И мы еще, наверное, выполним, пожалуй, вот этот фокус потом тоже. Прибытие немецких рабочих. Отправьте немцев на троллинии мин. Оф, какой ужас. Ну, кстати говоря, вот эта тема историческая. Немцы после Второй мировой, по-моему, где-то в Дании или где-то еще в Югославии, в Балканах. Короче, где-то они там минировали что-то и потом, после войны, их отправляли все это разминировать. Ну, я предполагаю, что не всегда там все было успешно. У нас второй этап, военный трибунал. Поехали. Еще чуть-чуть упростим наши здесь вещи все. Пусть нас как-то там происходит. Но почти все закончилось. Осталось лишь последний этап сделать. Довести до 10%. И Рынская область интегрирована. Отлично. Давайте же займемся возрожденным национальным духом. Так, у нас есть фанфранкофон... фанфранкофонная доктрина. Окей. И теперь у нас возрожден национальный дух. Плюс 0,5 политки. О, вот это нам надо. Мы теряем бафы к атаке против Германии и Британии. Но это окей. И получаем еще больше политки, поддержки войны. И новая европейская система. И новый гекимон. Все-таки на самом деле было достаточно много еще кнопок, как вы можете видеть. Но давайте начнем с вот этого. Добьем все-таки уже здесь все. чтобы у нас уже политка не отнималась, не было проблем. А потом уже будем вот эти темы делать. Оба-на. КСБ требует ганновер. Ничего себе. Ну, допустим, звучит как что-то из как раз-таки ТНО какое-то. И... Вот здесь вот в Бургунде что-то похоже по ощущениям. Итак, последний гарнизон здесь расширен. Третий этап военный трибунал меньше десяти. Почему-то не изменилось, но давайте еще нажмем. Итак, вот он. Третий трибун... Третий трибунал, да, идет. И параллельно давайте начинаем наши темы. Видимо, то, как мы будем с новыми территориями разбираться. Так, покорение Германии. Для поражения фронта освобождение Германии наша оккупационная оккупация немецкой нации стала непререкаемой. Теперь Германия всего лишь оболочка своей прежде сущности, а ее народ всегда пояснял нашим требованиям. А также Германия как концепция умрет, и все народы Европы будут знать об этом, потому что Франция побеждает всех. Как приятно слышать их крики. Что ж, новая европейская система это всякие инвестиции во всех. Ну, нам это пока что наверное не сильно интересно. Это уже что-то, я думаю, для контента какой-то после войны. Но пока что его еще маловато. Здесь есть задел в России, я помню. Есть какие-то заделы в Украине, в Белоруссии гражданские войны. Я пока вот это думаю уже нам нажимать неинтересно. Все в принципе. Давайте уже дождемся вот этого и на этом закончим. И да, все-таки поощрение можно было все это выделять в отдельную серию, но думаю вы уже не обидитесь, если мы добавим несколько минут сюда. Британский королевский флот. Остается так, большая часть остается законсервированный в портах. Что за пределы? Что мы делаем с оставшимися кораблями? А, мы конечно же забираем себе британский флот. Причем очень большую часть, я бы сказал, мы забираем себе. Наш флот теперь реально просто огромный. Реально огромный. Теперь мы можем без проблем соперничать вот здесь. И думаю, в ближайшем времени мы пойдем туда высаживаться. Я имею ввиду в ближайшем времени за кадром, так сказать, в этой вселенной вполне себе Франция с британским захваченным флотом может пойти высаживаться сюда, забирать свои прошлые территории, тем более, что тут какие-то связи у них должны быть, потому что опять же там у них в свое время были территории. Так, давление Египет, конечно, как я и говорил, нужно на него давить, Египет должен подчиняться Франции, Швейцарии. На всякий случай вокруг Швейцарии давайте сделаем здесь армию, ну и авиация здесь у нас в принципе уже и так есть, но так чисто. Чтобы у них не было дурных мыслей, я бы сказал. Сюда еще отправим. Вот так. Ну а пока у нас есть время вообще и политика, давайте еще вот это сделаем. Может у нас вот эти тоже кнопочки что-то интересное выкинут. Так, нарушить Швейцарский нейтралитет можно сделать про-французское правительство и взять Романдию. Что такое Романдия? Это вот эти территории, да? Я думаю сделаем поро-французское правительство. Да, я все-таки был прав в том, что нам нужно готовить здесь войска. Давайте вот так тоже сделаем. Ну и спокойно просто мы забираем себе Швейцарию. Нельзя оставлять здесь какие-то независимые страны. Мы должны полностью контролировать всю Европу. Вот у нас гильветика здесь есть. Отлично. Все говоря, Италия это наша автономная барионетка теперь, если что. Ну в принципе это то, что мы им помогали столько в войне, потом припасами, потом у нас еще экономическое влияние Франции, еще видите концентральная система тут в итоге к ней прошла, то это естественно для нас. Так вот эти все кнопочки тоже нажимаем. А, слушайте, я сделал инвестиции и они снова пошли. Видимо, я так понимаю, да, это бесконечные кнопки. Сужит ли северитет Андорры? Давайте, я думаю, Андорру можно дать Испании. Да, давайте. И продолжаем. Вот так, Корноллский гарнизон. Корнолл это казаться сильным гарнизоном. Это вот это, да? Нет, это Вильс, подождите, все логично. Корнолл вообще вот здесь вот должен быть, если правильно. Деголь заслужил, это Франция покоряет все. Давайте Деголь заслужил. Деголь отправляется сам контролировать Корнолл. Это, в принципе, полезная морская база под нашим прямым контролем. Это все-таки какие-то британские коллаборационисты, я полагаю. Так, будущее Лондона находится под нашим контролем. Кошмар для капсуновых властей из-за мегаполиса. Особая администрация для правления городом. Давайте сделаем карнизон в Лондоне отдельный. Отлично. Надо как можно больше, так сказать, разбивать территорию, чтобы они потом не смогли как-то восстановить свою независимость и объединиться. И остается лишь Пьемонская конференция. по вот этим вот территориям, которые мы в теории, я так понимаю, можем забрать у Италии. О, Италия сама предлагает Ниццу. Не решался давать больше земли, это был признак слабости. Возьмем все, что сможем получить. Отлично. Я не против. Потому что это все-таки наши друзья. Ну что ж, на этом кампания завершена. Получилась она очень интересной. Повоевали мы с Германией. Победили близкие, просто Германию пронесли. Затем была некоторая ну не сильно продолжительная война за воздух с Британией. Победили мы ее, выбили мы ее флот немножко. Затем наш захваченный флот от Германии объединится с нашим флотом, обеспечил высадку в Британию и падение Британии. Британия эвакуировалась, Германия эвакуировалась. Собственно говоря, но это уже не наши проблемы. Здесь дружище потихоньку объединяется, хочет она против нас что-то сделать, но наш захваченный британский флот я думаю не позволит им ничего сделать вообще с нашей страной. Экономика у нас отличная, мы потеряли войне очень мало людей. Армию конечно придется я думаю немножко уменьшить в мирное время, потому что наша экономика не сможет такую огромную армию поддерживать и такое огромное количество танков и всего. Ну в общем-то идет эпоха теперь французской империи. С вами ребят Блут ПГ. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны лайки и комментарии все как обычно и до скорых встреч пока.